Здесь вам не Москва, а этот лозунг с неформального митинга. Монстрации стали одним из главных в коллекции новосибирского дизайнера Михаила Лукьянова. Футболки с принтом активно скупают жители провинциальных городов. Но не вся дизайнерская одежда доступна большинству изделий индивидуально, а значит и стоят дорого. Если в Сибири настоящие бренды, можно ли так назвать серию толстовок? Ответы в материале моих коллег. Яркие принты, запоминающиеся слоганы и впечатляющие цвета. Вот ставка создателя новосибирского бренда «Сноумен» или «Снеговик». Именно такое название для марки показалось Михаилу Лукьянову менее стереотипным, чем «Снежинка» или «Медведь». В его магазине принято покупать не просто футболку, а говорить «Мне снег над городом» или «Комету», «Пару запрещенок» или «Здесь вам не Москву». Слоганы и изображения неповторимы, и в каждом, уверен дизайнер, скрыт смысл. У нас ничего нет без философии. Тут без наполненности ничего не получится. Основная идея в том, что Сибирь никак не раскрыта с точки зрения общества, социума, который здесь есть. А если какие-то бренды, они местные бренды, которые якобы существуют здесь, они либо рисуют просто «Снежинку», никакого бэкграунда у них нет, они, грубо говоря, пустые. Томичка Ксения Нагорняк всего два месяца выпускает одежду «Центаурия». У нее нет специального образования, зато есть много идей. Девушка признается, несмотря на то, что только начала свое дело, в одиночку уже не успевают выполнять все заказы. За два месяца их уже несколько десятков, поэтому наняла портных. Покупателей не только в Томске. Отправила свои вещи в Киров, Санкт-Петербург и даже в Германию. С продвижением бренда проблем нет. Здесь помогают соцсети. Я делаю то, что хочу сама, то, что носила бы сама. И я делаю то, что, по крайней мере, стараюсь, то, чего нет у других. У меня не было целью создавать еще одно платье, рубашку или что-то в этом духе. Я хотела сделать что-то особенное. Пусть не всем понятное, но я была к этому готова. А здесь нет пафосной рекламы и раскрученной торговой марки. Но есть опыт мастера и отзывы клиентов. У одежды Оксаны Боксгорн даже нет названия. Ее мастерская называется просто «Отелье». Но это не мешает дизайнеру создавать классическую мужскую одежду. Именно это направление выбрала девушка. Ниша, на самом деле, она не занята именно в нашем городе. Поэтому я решила выбрать это, занять эту нишу. И мне вдруг очень понравилось, на самом деле. Я постоянно обучаюсь, сама самостоятельно где-то нахожу, какие-то материалы. И конкурентов, собственно, не вижу. Каждый делает свое. То есть у меня свое. В любом случае, это будет неповторимое что-то. Эксперты уверены, все, что сейчас появляется в мире одежды и аксессуаров, брендом называть нельзя. Мы это понятие совершенно затерли. И сейчас мы под брендом подразумеваем все. Мы создали какой-то маленький значок. Два раза под него что-то сделали, какое-то событие. У него есть название. И мы проговорили это бренд. Все эти торговые марки и сибирские бренды объединяет одно – цена. Такие вещи стоят на порядок дороже, чем одежда в сетевых магазинах. За индивидуальность приходится переплачивать. Дмитрий Ковалев и Евгений Слепов. Новости здесь, Омск.